Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы задумались о покупке компактного, экономичного, удобного в городе хэтчбека, без пробега по России, вы наверняка обратите внимание на эту модель. Автомобиль занимал лидирующие строчки по продажам на собственном японском рынке. И сегодня поговорим о том, что представляет собой Toyota Vitz третьей генерации. Третье поколение Toyota Vitz в кузове XP-130 это конвейерный долгожитель, особенно по меркам автомобилей компакт-класса. Автомобили выпускались с 2010 по 2020 год, целых 10 лет, попутно пройдя в своем жизненном цикле два рестайлинга в 2014 и в 2016 годах. Если обобщить варианты агрегатов на этих автомобилях, то по большому счету японский потребитель выбирал между тремя вариантами моторов. Это 1-литровый двигатель на 69 лошадиных сил, 1,3 литра на 95 либо 99 лошадей и, наконец, 1,5-литровый мотор на 109 лошадиных сил в версии RS. Коробки передач были либо вариаторными, либо 5-ступенчатыми механическими, но, опять же, только для RS. Вариант с полным приводом предлагался с двигателем 1,3 литра, все остальные машины имели привод на переднюю ось. Ну а по части вариантов кузова можно было выбрать между трех- и пятидверным хэтчбэком. Наш сегодняшний экземпляр 2014 года выпуска. Эта машина в очень интересной комплектации. Пробег по Японии 110 тысяч километров, здесь полностью заводской окрас кузова и мотор 1,3 литра на 99 лошадей, плюс вариатор и передний привод. Габаритные размеры этого компактного хэтчбэка следующие. Длина кузова 3,88 метра, ширина 1,69 метра, а высота 1,5 метра ровно. Радиус разворота у этого автомобиля 4,7 метра, что немного. Автомобиль маневренный. Колесная база 2,51 метра, снаряженная масса всего 1000 килограмм. Максимально разрешенная 1275. Что касается толщины красочного покрытия третьего витца с завода, то для родной краски разброс показаний толщиномера будет лежать в диапазоне где-то от 85-88 до 105-115 микрон. По крайней мере, это частный случай данного конкретного автомобиля в черном цвете. Что касается стойкости кузова коррозии, то пока, видимо, еще сказывается небольшой возраст подобных автомобилей, но в целом видеть проржевевших до дыр витцов этой генерации нам не приходилось. Однако про антикоррозийную защиту автомобиля снизу мы поговорим чуть попозже, когда будем производить осмотр на подъемнике. Ну а обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажного отделения. Тем более, что компактный хэтчбэк вполне может быть и единственным автомобилем в семье тоже. Доступ в багажник открывает легкая, но широкая крышка. Ну а теперь к замерам. Ширина багажного проема 102 сантиметра. Высота багажника от крыши до первого фальшпола 72. Если же убрать первую панель фальшпола, то высота увеличится еще на 13 сантиметров. Ширина багажного отделения по его средней части метр ровно. А длина до спинки задних сидений 62 сантиметра. Если же этих габаритных размеров вам недостаточно, нужно увезти что-то более крупное, складывайте сидения. Здесь это без проблем осуществляется прямо из багажника. И в этом случае расстояние до спинки переднего кресла будет порядка 138 сантиметров. Ну а если вам нужно увезти какой-то очень длинный габаритный груз, который вы можете просунуть между передними креслами, полезная длина в данном случае будет где-то 2 метра 38 сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажнику этого автомобиля, можно отметить разве что плафончик освещения по левой стороне на боковой панели. Также верхняя панель фальшпола имеет удобный фиксатор, за который ее можно закрепить. Ну и под вторым фальшполом у нас находится пенопластовая емкость, в которой скрывается ремнабор для колес и набор штатного инструмента. Никакого запасного колеса даже в виде докатки на этом автомобиле нет. Что касается салона третьего вица, попадая сюда успеваешь отметить пару моментов. Первое это наличие довольно неплохой боковой поддержки на передних креслах. Так что оно надежно фиксирует вас в поворотах. Второй момент. В нашей комплектации рулевое колесо имеет кожаную отделку. Сделано все крайне аккуратно, сам руль хорошо профилированный, удобно лежит в руках и при этом не скользкий. Но вот перед покупкой подобного автомобиля рекомендуем примерить его, что называется, вживую. Поскольку с подстройкой удобной посадки могут возникнуть определенные проблемы. Так, например, рулевое колесо здесь не имеет регулировки по вылету, только по наклону. Причем в довольно ограниченном диапазоне. Никакой пружины здесь нет, подобно тому, как это делали на старых Тойотах. Убираете стопор, руль падает вниз. Не очень удобно. Второй момент. Диапазон регулировки кресла. Здесь он очень большой. То есть отодвинув назад максимальное сидение, я полностью распрямляю левую ногу в колени. Но при росте 1,86 м ездить вот в таком положении рук на руле достаточно неудобно. Регулировка по вылету могла бы спасти положение, но ее здесь нет. Поэтому приходится искать некий компромиссный вариант. Кстати, сидение водителя регулируется по высоте. Что касается клавиш и органов управления. С правой стороны на подлокотнике абсолютно стандартный Тойотовский блок управления стеклоподъемниками и центральным замком. Регулировка зеркал также стандартного вида. Есть складывание. Находится рядом с кнопкой запуска и остановки двигателя. Соответственно, на машине стоит бесключевой доступ. На рулевом колесе у нас клавиши управления мультимедийной системой и бортовым компьютером. Сама комбинация приборов в данном случае крайне информативная. Вопросов по этой части к ней нет. Ни по шрифтам, ни по читаемости, ни по подсветке. И, кстати, в нашем варианте автомобиль оборудован тахометром. Подрулевые переключатели стандартные, как на любой Тойоте, переключаются с нормальным усилием. И находятся там, где, собственно, должны. Тянуться к ним не придется. С левой стороны, помимо магнитола с большим монитором, на который выводится картинка с камеры заднего вида, у нас панель климат-контроля. В данном случае он автоматически. Управление реализовано в виде двух удобных крутилок плюс блок клавиш. Клавиши крупные и тактильно различимые. Поворотные рукоятки отвечают за регулировку температуры и обороты вентилятора. Здесь же удобно встроенные в них клавиши включения режима оттаивания лобового стекла и подогрева стекла заднего. Ну а внизу, рядом с 12-вольтовой розеткой, клавиши подогрева сидения. Причем только водительского ранее подобные решения встречались на таких машинах, как, например, Сузуки Солио или Сузуки Болена. Однако, честно сказать, единичный подогрев на Тойоте попадается мне впервые. За селектором коробки передач, чья прорезь выполнена в виде змейки, соответственно никаких блокираторов дополнительных здесь нет, пользоваться им, кстати, очень удобно, наличствует блок клавиш, где из четырех присутствуют только две. Это кнопка выключения старт-стопа и клавиша деактивации системы стабилизации. Что касается бардачков, кармашков и прочих мест для хранения, у ВИЦА этой генерации присутствует интересный бардачок с полкой в верхней части панели. Также здесь есть отдельная полочка для какой-то совсем мелочевки и небольшой по объему бардачок, куда можно сложить по большому счету либо документы, либо что-то не громоздкое. Внизу карман с прорезиненным основанием, два подстаканника перед селектором коробки передач. Также дополнительный подстаканник есть сзади по средине центрального тоннеля, но он адресован скорее задним пассажирам. И рядом с рукояткой механического стояночного тормоза присутствует прорезь, куда можно сложить, например, пишущие принадлежности типа ручек или карандашей. Внизу дверных карт есть кармашки, куда можно сложить мелочевку и поставить небольшую бутылочку объемом до 0,5 литра. Что касается обзорности в этом автомобиле, в глаза бросается высокая линия передней панели. Лобовое стекло выглядит узким, передние стойки здесь довольно широкие и, несмотря на наличие небольших окошек в передних дверях, обзорность все же ограничивают. Хотя линия бокового остекления не спадающая, соответственно, ощущения зажатости или нахождения в бункере в этом автомобиле нет. Но практически при любой регулировке водительского кресла капот вы видеть не будете, так что к передним габаритам придется привыкать. Боковые зеркала удобные, несмотря на зауженную к краю форму и, кстати, в нашей комплектации они имеют еще и антибликовое напыление. То есть через эти зеркала ночью вас не будут слепить автомобили сзади. Ну а что касается обзора назад, он здесь неплох и через стекла, но в данном случае нам дополнительно помогает еще и камера заднего вида. Так что с парковкой проблем не будет. Чуть не забыли сказать про опору для локтей, но это можно сделать и отсюда в нашей комплектации у водителя есть откидной подлокотник слева, наподобие того, как это реализовано, например, в ходе Фрид. Что касается заднего дивана, сидеть здесь в плане пространства довольно неплохо. Место над головой присутствует при росте метр восемьдесят шесть сантиметров. Напоминаю, есть куда девать ступни в плане пространства под передним сидением и запас по длине на самом деле неплох, с учетом того, что машина компактная. При моей регулировке переднего кресла я касаюсь коленями сидения, но не упираюсь в него. Так что, в принципе, ехать было бы достаточно комфортно. Под правую руку у задних пассажиров есть опора в виде подлокотника на дверной карте, но он пластмассовый и жесткий. Подлокотника слева не предусмотрено, зато есть крепление для детских кресел типа Isofix. Подушка заднего сидения здесь значительно выше, чем подушки передних, и при этом оно отформовано под двух седоков. Хотя третий тут разместится, правда, при условии, что эти пассажиры будут не слишком широкоплечими. Мешать размещению третьего пассажира может разве что часть пластика центральной консоли, поскольку никакого тоннеля на полу здесь нет вовсе. Спинка сидения по наклону не регулируется. Но в целом, с учетом профиля этого автомобиля, заднее сидение в плане пространства и удобства весьма неплохое. Что касается двигателей под капотом этого автомобиля, в основном силовые агрегаты у ВИЦА будут представлены следующими силовыми установками. В нашем случае это рестайлинговая машина, соответственно, здесь стоит уже более современный двигатель. Объем 1,3 литра, мощность 99 лошадиных сил и крутящий момент 121 ньютона метр. Это современная алюминиевая рядная четверка, индекс которой 1НРФКЕ. Суффикс ФКЕ указывает на наличие у данного двигателя продвинутой системы фазорегулирования VVTIE, которая позволяет мотору работать по циклу Аткинсона более экономичному. У этого двигателя есть гидрокомпенсаторы. Здесь два верхних распредвала, топливо самый обычный распределенный, ну а привод ГРМ выполнен при помощи цепи. Этот современный мотор отвечает с высоким стандартам экологических норм, поэтому на нем также производитель применяет и систему EGR, которая, кстати, служит одной из причин быстрого зарастания нагаром впуска, который время от времени приходится чистить. Кроме того, у мотора высокая степень сжатия, поэтому бензин, который вы будете сюда заливать, должен быть никак не ниже 95-го, а вообще рекомендованный Октан 98. Требователен этот двигатель и к качеству масла. Кстати, вязкость масла здесь 0W20, а заливается его сюда 3,4 литра. Из проблем по данной силовой установке это отмечаемый некоторыми владельцами подобных агрегатов расход масла на угар, ну и помпа. Традиционный момент. За исправностью системы охлаждения придется следить. Четыре индивидуальных катушки зажигания также могут на больших пробегах подкидывать вопросики, связанные с их заменой. Если один NRFKE это двигатель с четырьмя цилиндрами, то вот базовый однолитровый мотор имеет только три цилиндра. Это также алюминиевый блок и индекс данного двигателя 1KRFE. В отличие от предыдущей силовой установки, этот агрегат старинный. Производится он с 2004 года, причем не только в Японии, но и в Европе. Такие двигатели еще собирали в Польше. Устанавливались они на французские малолитражные Citroën C1 и Peugeot 107. 1KRFE мотор крайне распространенный. Эти литровые агрегаты в изобилии представлены на вторичном рынке. Простой по конструкции, в отличие от мотора 1.3, он не имеет гидрокомпенсаторов, но привод ГРМ все так же цепной, правда фазовращатель, стоит уже сугубо на впуске. Ресурс трехцилиндрового мотора это 200 с небольшим тысяч километров пробега, после чего его проще будет поменять на контракт. К недостаткам младшего в линейке однолитрового мотора на 69 лошадиных сил можно отнести повышенную вибронагруженность, а также шумность при работе. Ну а максимальным по объему мотором для вица этой генерации будет полуторалитровый 1NZFE на 109 лошадиных сил. Такие двигатели ставились на версии RS, то есть спортивные, где могли сочетаться не только с вариатором, но еще и с механической коробкой передач. 1NZFE в том варианте, в каком он установлен на вицах этого поколения, уже имеет гидрокомпенсаторы, поэтому заморачиваться с регулировкой зазоров на нем не придется. Привод ГРМ на НЗТах цепной и цепи эти служат где-то в среднем около 150-160 тысяч до замены, правда, стоит комплект не так уж дорого. В целом, по большому счету, из проблем НЗТов можно отметить разве что расход масла на угар на моторах с большими пробегами, поэтому на этот аспект двигатель лучше проверить. Однако полуторалитровые вицы на вторичном рынке довольно-таки большая редкость. Что касается вариаторных коробок, на этих автомобилях служат они на самом деле очень даже неплохо, и средний ресурс такой трансмиссии до ремонта никак не менее чем 250 тысяч километров. Но помните о необходимости частой замены рабочей жидкости, где-то раз в 40 тысяч не реже. А если страшное произошло и ваш вариатор отошел в мир иной, и вы, соответственно, вознамерились поставить на место своей коробки контракт, но имейте в виду, что на ВИЦах этого поколения, так же как на Кашкаях в свое время, встречается очень большое количество разновидностей вариаторных трансмиссий, которые могут отличаться между собой, например, гидроблоком. И, соответственно, после замены коробки машина у вас не поедет. Поэтому прежде чем покупать контрактный агрегат, обязательно зафиксируйте информацию о модификации вариатора, которая нанесена на маркировочной табличке на корпусе самой коробки. И постарайтесь найти такой же экземпляр. Ну а перед тем, как посмотреть на третий вид снизу, давайте пробежимся по дорожному просвету, вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с этим важным параметром. Низшая точка передней части автомобиля находится под пластиковой защитой моторного отсека. До нее от поверхности асфальта 15 сантиметров. Сам край переднего бампера на пару сантиметров повыше. Так что, в целом, к поребрикам на этом автомобиле можно парковаться смело. Расстояние до отбортовки на пороге за передним колесом около 16,5 сантиметров. Пластиковый брызговик перед задним колесом находится на расстоянии 14 сантиметров от поверхности земли. Но расстояние до края заднего бампера порядка 26. С учетом практически отсутствующего заднего свеса, парковаться задним ходом к бордюру на этом автомобиле также можно смело. Что касается ходовой части третьего витца, то это подвеска, реализованная по классической для компактных хэтчбеков схеме. Передняя подвеска здесь типа Макферсон. Передние рычаги имеют запрессованные шаровые опоры. Соответственно, по задумке производителя, менять их положено вместе. Но, как говорится, при использовании дубликатных запчастей это правило можно и отменить. Стабилизатор поперечной устойчивости располагается здесь на подрамнике и доступ к его креплениям для замены втулок сложно назвать чрезмерно удобным. Рулевая рейка на третьем витце естественно электрическая, никаких гидравлических магистралей, шлангов и так далее здесь нет. Течь нечему. Что касается антикоррозийной обработки этого автомобиля. Если на большинстве компактных и недорогих моделей для внутреннего рынка Японии мы видим лишь следовые количества герметика на соединительных швах, здесь ситуация несколько отличается. Да, герметик на швах все так же присутствует, но на этом автомобиле еще присутствуют и следы антикоррозийной обработки в районе порогов и днища машины. Пусть и не полностью. Так что если вы планируете эксплуатировать витц в регионах, где на широкую ногу зимой поставлено использование антигололедных реагентов, рекомендуем все же потратиться на дополнительную антикоррозийную защиту. Однако, по крайней мере в передней части, по этому параметру, третий витц выглядит лучше, чем некоторые аналоги от других брендов. В задней части автомобиля перед балкой задней подвески мы видим, соответственно, топливный бак. Его объем 42 литра, он полностью пластиковый, как и его заливная горловина. Так что проблем с коррозией этих элементов топливной системы у вас не будет. По части конструктива задней подвески все просто. Балка, два сайлинблока на ней и втулки на амортизаторах. Амортизаторы стоят здесь отдельно от пружин, что упрощает замену данных компонентов. Ну а стабилизатором поперечной устойчивости эта машина не укомплектована. Что касается антикоррозийной обработки по задней части автомобиля, то вот здесь как раз-таки практически ничего нет. Днище чистое и следы антикоррозийки видны только на соединительных швах. Что касается тормозной системы, ручник здесь самый обычный тросовый механический, передний тормозодисковый, ну а сзади барабана. Таким мы увидели сегодня компактный хэтчбэк Toyota Vitz 2014 года выпуска с мотором 1,3 литра на 99 лошадиных сил, вариаторной коробкой передач и передним приводом. Пробег этого автомобиля, напоминаем, 110 тысяч километров по Японии, здесь заводской окрас кузова и высокий аукционный балл. Вполне может получиться так, что к моменту публикации данного видеообзора машина все еще будет находиться в продаже. У нас в компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас информацию по автомобилю вы можете уточнить, воспользовавшись номером телефона, который указан в описании. На нем же есть WhatsApp, так что звоните, пишите и задавайте вопросы. Если у вас уже есть или был вид с этой генерацией, на котором вы накатали не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть чем поделиться с нашими подписчиками и в чем возможно нас поправить, пропишите все это в комментариях тоже. Людям, ищущим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Спасибо, что смотрите нас. Если обзор понравился и оказался полезен, подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. И до новых встреч. Всего вам доброго. Пока.